Условия и обязательства Республики Казахстан в рамках вступления в ИТО они предусматривают как обязательства по сектору услуг, так и обязательства по снижению таможенных пошлин. Как известно, мы проводили широкомасштабную работу на протяжении последних двух месяцев, где разъясняли предпринимателям о том, что будут снижены пошлины порядка чем на 3,5 тысячи товаров. В этом году с 11 января снижены пошлины на 1347 товаров. Снижены они, скажем так, значительно и будут еще снижаться поэтапно на протяжении нескольких лет. Поэтому мы считаем, что для предприятий, которые закупают данные товары в качестве комплектующих либо сырья для производства своей конечной продукции, это, безусловно, окажет положительное влияние. В ИТО это международная организация с едиными правилами торговли, поэтому преференции и льготы здесь не предусмотрены. Вместе с тем мы сейчас проводим совместно с правительством работу по адаптации национального законодательства к условиям БТО для того, чтобы переход был безболезненным для наших предприятий. То есть это имплементация национального законодательства наших обязательств, но с облегченным периодом. Касательно поддержки сельского хозяйства, это как раз-таки то обязательство, где Казахстан очень долго вел переговоры и для себя очень хорошие условия отстоял. Это, как вы знаете, есть зеленая, желтая корзина, то есть зеленые – это незапрещенные субсидии. В рамках желтой корзины мы стояли, размер предоставляемой государственной поддержки в размере 8,5%. Притом мы можем предоставить эту поддержку дважды в год, это где-то 17% ВВП. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова